Всем доброе утречко, девочки мои! Прекрасный денёк сегодня, прекрасный осенний денёк. Небо такое чистое, солнышко светит, листочки жёлтенькие. Красота, красотища! И ветра нет почти. Собираюсь на выход. Вот я и вышла, девочки, на улицу. Ой, на улице как классно! Вообще так хорошо! Люблю вот такие вот классные осенние деньки. Прямо здорово! А я куда собралась с утра пораньше? Я так подумала, давно не была в Галамарте. Сначала думала в фикс прайс пойти, но хочу ещё алмазики вот эти посмотреть в Галамарте. Думаю, собственно говоря, там то, что по мелочи мне нужно, а в Галамарте тоже может быть в продаже. Вот, и рядом на Хичеванский рынок. Я поеду туда, на 26-ю линию. И кое-что на рынке, может, посмотрю тоже. В общем, короче говоря, вот такая вот будет у нас прогулочка сегодня. Ой, хорошо как! Вот люблю, знаете, когда вот не жарко, а вот именно так. Смотрите, вот тепло, свежий воздух, солнышко светит, солнышко всегда радует. Видите, я даже чуть-чуть подрастегнулась. И вот так вот пройтись и прогуляться. Отлично! При том, что у меня сегодня днём никаких таких особо дел нету. Время есть. Так что я поехала с вами вместе. Всё, я приехала на площадь Карла Маркса. И хочу пройтись по своей любимой аллеечке. И прямиком в сторону Галамарт. Жалко, что у нас сейчас 53-ю маршрутку отменили, которая останавливалась на 26-й линии. Вот если на рынок ехать, было очень удобно. Смотрите, какая красота. Ну, осенний. Осенний пейзаж. Просто прелесть, да? Вот, 53-я маршрутка. Очень удобно было. Быстренько, раз-раз, по Черевичкино, по Черевичкино, коротко. И на 26-й линии возле рынка останавливались. И оттуда же сразу в Александровку шла эта маршрутка. Сейчас её отменили. Приехать сюда, на Карла Маркса, допустим, удобно. Можно на автобусе пройти через рынок. Но, если с рынка выходишь на 26-й линии, то лучше туда уже не выходить. Вот, кстати, Галамарт находится в торговом центре. Фрэш, по-моему, называется. И это как раз на 26-й линии. То есть оттуда надо будет идти сюда. Но это некое чуть-чуть неудобство сделали. Вы помните, Вечный Агоний вам показывала, да? Вот, кстати говоря, у нас там вот стоят детишки. И прям надо сейчас подойти поближе. Стоят, дежурят дети. Прям в форме. И они охраняют Вечный Огонь. Я, конечно, туда сейчас подойду не с того края. Лесенка оттуда поднимается. Но мне туда не надо. Видите, вот эти вот тумбы с фамилиями, с колоннами. Сейчас пройдем. Пройдем поближе. Чуть-чуть вам покажу. Вот, видите, стоят детишки в форме. И вот охраняют, как Вечный Огонь. Это школьники. Ну, идемте дальше. Немножко я сошла с аллейки. Ой, как хорошо прогуляться. Смотрите, сколько уже листьев. Ну, из них кто почему-то тут не метет. Хотя они сыпятся и сыпятся. Чего их нести, да? Так, вот мы идем прямиком. Сейчас выйдем на 26-ю линию. И прямо к этому торговому центру. Я решила завершить свой маршрут потом нахичеванским рынком. Для того, чтобы купить там уже что нужно. Ну, в принципе, мне особо ничего не нужно. Но я так думаю, может быть, рыбку свежую купить. Очень хочется свежей рыбки. Речной нашей, Донской, жареной. Диета, не диета. Хочется иногда что-то вкусненького поесть. Так, тут никто не занимается сейчас. Хотя, вот тут, видите. Вот, видите, вот тут уже подмели. А там никто не подметает. Там, видать, участок ничей. Ничей? Так, ну все. Слышу музыку. Если будет там какая-то музыка в Галамарте, значит, ну, как-то буду изощряться. Не знаю как. Все, мы уже сюда подошли. Вот она, 26-я линия у нас. И заходим. Маску я... Маску я надела. Маска у меня всегда тут. В транспорте тоже надеваю масочку. И поднимемся сразу на второй этаж. А тут вообще у нас продукты много. Ну, цены так не очень. Но зато ассортимент очень хороший. Вот он, наш Галамарт. Заходим. Так, я только зашла. Тут сразу канцелярия. Ручки, тетрадки. Вот этот дачок какой красивый. А вот справа уже висят игрушки. И вот они цены. 87 до 120. Самая дорогая. Ну, красивые, симпатичные. И, в общем-то, уже к Новому году тут полно игрушек. Гирлянды есть. Тоже вот цены 274. Ну, и другие вот игрушки тут есть. Мишура. Следующий год, год тигра. И вот я вам сейчас только что показала. Там разные. Есть и грята, и копилочки. И все такое. Так, здесь у нас для спорта. Для автомобиля товары. Это я проеду мимо. Есть вот детские. Кстати, сейчас мозаечку посмотрю. Есть ли здесь где-нибудь мозаечка. Алмазная. Алмазная вышивка, я имею в виду. Я вижу три вот такие картины, которые стоят 439 рублей. А что еще? Сейчас посмотрим. Еще есть вот такая картина. 30 на 40. И вот лошади. Стоит 659 рублей. Даже дело не в цене. В общем-то, я не хочу вешать слишком большие картины. Но одна у меня уже есть 30 на 30, а это еще больше. Хотя, в общем-то, пейзажи, вот такая волна и дельфинчики симпатичные. Хочется что-то, какую-то природу цветное. Но слишком огромную картину на мою стену мне, честно говоря, не очень хочется вешать. Ну и вот такая одна картина маленькая. 20 на 15 есть. 329 стоит. Это уже акриловые краски. Так, ну что, идемте дальше. В общем-то, я решила не брать картины вот эти. Здесь нет вот таких картин, которые я хотела бы. Так, что-то тут для хозяйства посмотрим. Так, ну что, идемте дальше. Так, ну что, идемте дальше. Я вижу утюги и мясорубки, блендеры, тостеры. Маленькие плиты, если кому-то. Здесь чайники электрические. Такие обычные чайники. Тормоза. Пойдемте дальше. Вот стеклянный чайник. Стоит всего 1000. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот такой вот я себе купила. Отличный. Отличный. Вот где выбор кастрюль большой. Вот какие кастрюльки. Вот обычная средняя. 1759 стоит. Или это в наборе. Нет, это не в наборе. Это отдельно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вообще, что-то я смотрю, здесь выбор уже стал не такой. И цены стали как-то подороже. Думала, контейнеры какие-то посмотреть для круп, для сыпучих. Но что-то мало их и выбор. Выбор маленький, цены не маленький. Вот и все мои покупки. Взяла прищепки, маски и пакеты для завтрака. Все, иду на кассу. Так, все, иду я на выход. Душа вата в магазине. И, честно говоря, ассортимент меня разочаровал. Я даже практически ничего не купила. Но, во всяком случае, то, что у меня написано в списке, ничего не взяла. Ну, а сейчас я направляюсь в сторону Нахичеванского рынка. В общем-то, мы уже находимся рядом с рынком. И вот идем. Тут у нас ларьки справа, прилавки слева. И, в общем, на свежем воздухе пройдемся. Солнышко светит. Сегодня, наверное, будет жарко опять. Вот такой вот у нас рыночек. Вот у нас тут уже продают продукты. Кстати говоря, 55 рублей, 55 рублей картошка. Интересно знать, почему. 55. Соседка меня сегодня ввела в заблуждение. По поводу цены картошки. Вот вся картошка по 55. Она пришла сегодня утром, говорит, по 80 рублей картошка. Я говорю, да ты что. Посмотрела, в пятерочке 42 рубля с копейками. Ну, и на рынке 55. В общем, дорожает, конечно. Что делать? Дорожает все. Ну, получается, в пятерочке дешевле, чем на рынке. Ну, на рынке, на самом деле, мне особо из продуктов ничего не нужно. Единственное, что мне хотелось бы купить, это свежую рыбку. Больше ничего. Вот у нас Нахичеванский базар. С 1779 года организован, да. Я смотрю, ворота поменяли, арку поменяли. Ну, красиво, хорошо, здорово. Тут у нас обычно стоят люди, которые предлагают свои услуги. Так, ну, теперь мы заходим на рынок. Ну, я смотрю, не так-то мало людей, несмотря на то, что понедельник. А выходные дни тут совсем-совсем много. Причем арбузы, цены нету. Ладно, идем дальше. Так, ну, в общем, тут все. Всякие разнообразные продукты. О, клубничка, малина. А почему клубника? А малинка? Отлично. Каштанчики. В общем, вкусняшечки. Ну, в общем, такой у нас тут рынок. Я особо сильно тут не буду прилавки снимать, чтобы не спущать людей, продавцов. А то меня побьют еще. Скажут, с какой целью это вы снимаете? Так, а вот интересно, тысяча мелочей. Может быть, тут есть баночки? Нет, там баночек нету. Но на самом деле я знаю, где-то там в конце аллеи, там с правой стороны, есть сларек, который продает пластиковые изделия. И там могут быть и контейнеры для круп. Ну, мне, в общем, на самом деле, нужно еще где-то, ну, два, может быть, контейнера. Таких только побольше. Маленьких я уже взяла, маленьких не надо больше. А вот эти побольше нужны. Так, что такое тут? Что-то очередь или что? Что-то дешево дает, наверное. Мандарины 75 рублей. Ну, вот, собственно говоря, аллея заканчивается уже. И вот виден выход. Выход этот уже идет на 20-ю линию. Я зашла с 26-ю линию. Так, вот. Вот, наверное, где подушки. Вот тут, наверное, этот ларек. Там, где пластиковые изделия. А, нет, вот следующее изделие из пластмассы. Сейчас зайду сюда. Ну, а дальше вот там рыба. Тут у нас цветочки продают в этой аллее. И вот свежая рыба. Заходим. Так, снимать не буду. А то меня побьют. Все, девочки, вышла я с рынка. Вот рынок на той стороне. Я уже пришла здесь на остановочку. Купила рыбку одну. Дома уже вам покажу. Взяла сазана. По 130 рублей за килограмм. Неплохо. Мне ее почистили, потрошили. Порубили. В общем, просто сейчас помыть дома. И на сковородочку. Просто отлично. Вот так вот у нас выглядит площадь горла Маркса. Солнечно, жарковато даже в курточке сейчас. Ну, а что делать? Раздеваться я не буду. Солнечно, жарковато даже в курточке сейчас. Солнечно, жарковато даже в курточке сейчас. Я смотрю, салон Ника закрыт. Хотя сегодня будет не день. Остановка трех молочных. Вот это да, что ж такое. Неужели из-за ковида? Решила заскочить в наш фикс прайс. Уж то, чего я не нашла в Галамарте, я думаю, должно быть здесь. Так, ну, долго я тут лазить не буду. Сейчас гляну то, что мне нужно. Ой, тяжелые. Не буду. Тяжелые не буду брать. Не хочу. Меня интересуют, собственно говоря, может быть, какие-то баночки тут появились новенькие. Так, что-то не похоже. Не похоже. Сейчас посмотрю, что тут хорошего есть. Три последних контейнера забрала по 77 рублей. Вот такие там, 1,2 литра. Ну, вот они более-менее подходят. Другие не подходят мне. И я смотрю, нету моих любимых салфеток, которые в коробочке. Которые с коробочки вытягиваешь. Обычно всегда они были, а сейчас нету. Очень-очень жалко. Так. Ну, нету. Нету такие просто обычные. А вот я вижу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Выходит, я эту тоже беру последнюю? Что-то я все последние забираю. А, нет, не последние. Они вон там спрятаны. Так, 180 штук, 55 рублей. Очень выгодно им брать. Возьму-ка я, наверное, две коробочки. Пусть они будут у меня про запас. Их так спрятали, что не видно. Ну, 180 штук, 55 рублей. Очень выгодно. Их надолго хватает. Но при том, что мы их хорошо очень с Настей расходуем. Так, ну что, я тут порылась. Я смотрю, нету велосипедки хотела Насте взять. Ну, нет, так нет. Так, носочки есть у меня. Что еще дальше? Хорошо, что сегодня музыки нету. Так, я смотрю, кашка моя есть. Взять, что ли, чуть-чуть кашки. А, вот эти вот. Для сравнения, 199 рублей, 5 штук. А я в светофоре взяла, вернее, здесь 4, а я взяла 5 штук по 228. Ну, у меня еще французские травы, прованские травы появились. Так, взяла я кашки, несколько штучек. Я вот думаю, Настя печенька вот такая вот здесь. Я в детстве такое любила печенька, похоже, хрустящая. 47 рублей. Все, девочки, я дома и очень хочу пожарить рыбку. Вот хорошо, когда на рынке все почистят и распотрошат, и плавнички обрежут. Все, только помыла и больше ничего. Сейчас в муке обваляю и буду жарить. Ну, солью только пересыпала, солью безусловно пересыпала. И все, хочется жареной рыбки. Все, рыбку я пожарила. Рыбка моя уже готова. Вот такая красота. Ой, сейчас сяду кушать, включу что-нибудь посмотреть по телеку. У меня окно открыто, на улице жара. В общем, классно все. Зашла, девочки, к соседке. Ну, и по случаю, смотрю, шпейзажик. Ну, как же мне надо его снять. Какая красота все-таки. Я смотрю, паутинка вот тут имеется. Она прям вот немножко светится на солнышке. Ну, вот и все. Бабье лето у нас уже заканчивается. Видно дон, видно у нас церковь там. Поля бескрайние. Горизонт классно. И небо светлое. Смотрите, какой красивый виноград. Какие листья. И зеленый, и желтый, и красный. И разноцветная радуга. Люблю, когда вот так красиво это выглядит. Так, ну, а я вышла вечерком. Еще прогуляться решила. Не решила, а мне надо, девочки. Вы думаете, в садик иду? Нет, не в садик. Я иду забрать надо мне заказик фабелик. И еще пришла посылочка. Ивановский трикотаж, но не Василек. И не то, что я уже показывала вам. А другой магазин. Первый раз я делала заказку в магазине. И вот я не знаю, может быть, завтра я сниму это видео. Или не завтра. В общем, посмотрим. Потому что завтра у меня нарисовываются какие-то планы. Надо будет сегодня вечером порешать. Немножечко бровки мне подкрасили. Чуть-чуть реснички. Ну, реснички там оно и не видно. Вот. Так, соседке зашла. А ей там пришла подруга. Красила. Я говорю, ну, давайте не заодно. Чуть-чуть подтемним. Немножко подтемнили. Все. Хотела пораньше выйти. Вот цветочки какие. Видите, красивые. О, красота. Красота. Да. Вот. Хотела пораньше выйти. Думала, пройдусь. Пешочечком. Спокойно. По свежему воздуху. Хорошо. Так классно. А сейчас уже темнеет. Я думала, будет светлее. Думала, поснимаю вам чуть-чуть. Поболтаю. Пройдусь пока. По любимой аллейке. А любимая аллейка, она уже там темно. Там просто много деревьев. Тень хорошая. И сейчас уже там темно. Ну, так как тут еще немножко более-менее светло, решила я пройтись тут. Вот. А обратно уже буду идти. Будет темно. Поэтому я обратно снимать не буду. Ну, при том, что у меня будут уже руки заняты. Так что будет не до этого. Классная погода. Просто, вот просто я не знаю, как сказать. Мне к соседке зашла. А у нее просто вид шикарно из окна. Я не могу. Вечно я подхожу к окну. Самое интересное, что когда я к ней прихожу, я подхожу в ее окно посмотреть. Она когда заходит ко мне, она подходит в мое окно посмотреть. Ну, вот так вот. Для разнообразия. Пейзаж. Шит из окна. Ой, ветра нету. Вообще ни один листочек не желохнется. Теплый. Дома жарко. Батарею отключила. Прошлось отключить. Потому что очень-очень жарко. Так, ну что, девочки. Выключаюсь я и быстренько-быстренько мчу, поделать свои дела. Ну, потом вернусь домой. И, может быть, включусь. А, может быть, не включусь. Может быть, завтра. Посмотрим. Ну, что, девочки мои. Принесла я домой свои заказики. Запарилась. На улице очень тепло. А пока я там постояла на почте, минут 15, я запарилась. Я вышла на улице. И у меня, я чувствую, мокрая даже голова была. Все мокрое. Я капюшон накинула. Ветер дует. Думаю, боюсь, чтобы меня не просквозило. Прибежала домой и быстрее полезла купаться. В общем, все. Сейчас искупалась. И уже теперь чувствую себя комфортом. У меня форточка целый день открыта. Батарея отключена. Но все равно жарко. А завтра уже будет у нас уже 8-10 градусов днем. Уже похолодает. И ночью будет 2 градуса. В общем, короче говоря, вот все. Бабье лето закончилось. Сегодня был последний день, я так понимаю. Вот, девочки, посмотрела я, что там я снимала уже довольно-таки по времени много. Свои заказики я буду уже снимать в других видео. В этом видео уже не получается. Завтра утром я хочу быстренько смонтировать это видео. Если будет возможность, может быть, я даже отсниму еще распаковочку с примерочкой. Посмотрим. Но еще я завтра вечером собираюсь кое-куда в гости. А куда вы узнаете потом. В общем, на этом я сейчас видео заканчиваю. Больше ничего вам говорить не буду. Заранее загадывать тоже ничего не буду. Пока что этот вопрос решается еще. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Девочки, я уже сегодня побывала и в Галамарте, и на Хичеванском рынке, и в Фикс Прайсе. В общем, и уже сгоняла туда-сюда. Сегодня целый день у меня и покупки, и шоппинг. И, в общем, целый день я не дома. Я мотаюсь. Я даже не знаю, как назвать это видео. Назвать его, что я мотаюсь, наверное. Вот. Все. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok